Ваше Преосвященство, Святая Владыка, Всечестные Отцы, Всечестная Матушка Игумения, Братья, Сестры, Детки, сегодня у нас тема «Архимандрит и Авкундрия. Жизнь Святого Карпатской Земли». Продолжение. Владыка Святой, благословите. Бог благословит. Его же молитвами, Господи Иисусе, Христе Боже, помилуй нас. В школьное образование Иван Кундря получил, окончив 8 классов народной школы в родном селе Иза. Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года, когда Германия подписала капитуляцию. В 1919 году Австро-Венгерская империя распалась. В 1920 году Иван Кундря окончил курсы виноградаря. По будительным мотивам для поступления и обучения на курсах виноградарства была необходимость заработать средства на денежный вклад для поступления в Братью монастыря Святой Афонской горы. Чтобы заработать деньги, надо было заняться достаточно выгодной работой. А чтобы ею заняться в условиях массовой безработицы и нищеты, нужно было овладеть какой-либо востребованной профессией, получив для этого соответствующее образование и квалификацию. Курсы виноградарства юноша заканчивают с успехом и становятся квалифицированным дипломированным виноградарем. Для подкарпатской Руси, где издавна развито виноделие, это была одна из самых востребованных специальностей. И Иван мог не опасаться, что останется без работы. Но это произошло, как и многое другое в жизни Ивана Кундре. По промыслу Божьему, знания и навыки по выращиванию винограда очень пригодятся ему, когда он будет жить уже в монастыре. Пока же юноша трудится денно и ночно за гроши, не тратя на себя почти ничего, чтобы скопить необходимую сумму. К 1921 году ушли австрийцы, потом ушли венгры, после них и румыны вывели свои войска из северной части Мараморыша. Закарпатие под названием Подкарпатская Русь вошло в состав Чехословакии. На Карпатской земле прочно утвердилась чехословатская власть. С политической неразберихой было покончено. Теперь русины могли официально получить заграничные паспорта и свободно выезжать за границу. В это время возмужавший Иван, как и другие благочестивые юноши, стремиться уже не в Сербию, а на святую гору Афон, в удел Пресвятой Девы Богородицы. Надежда попасть в заповедный край древнего монашества окрыляла юные сердца. О стремлении юношей Закарпатия на Афон Схерхимандрит Георгий Савва в своих воспоминаниях рассказывал такое событие. Рассказ Батюшки основан на воспоминаниях очевидцев. Когда Закарпатие посетил патриарх Константинопольский, с ним приехали монахи-святогорцы. Было объявлено о наборе кандидатов в братью Свято-Пантелеимоновского монастыря Святой Горы. В этот день патриарх служил Божественную Литургию под открытым небом. Место для совершения литургии было выбрано вблизи епархиального города Мукачево, недалеко от Свято-Николаевского женского монастыря на Большом открытом поле. Со всего Закарпатия на торжественную службу собралось более 20 тысяч православных русин. После литургии и молебна, желающих уехать жить на Афон, пригласили подойти к афонским монахам. Вышло около двух тысяч молодых людей. Юношам задавали простые вопросы, что они умеют делать. Если юноша отвечал, что он имеет какие-то умения, навыки и профессию, то им говорили отходить на левую сторону. А если молодой человек говорил, что он особо ничего не умеет, но делает все, что ему скажут родители или старшие, то таких ребят направляли на правую сторону. Когда разделение закончилось, оказалось, что группа молодых людей справа очень маленькая. Точно я не могу сказать число отошедших направо юношей, но мне кажется, батюшка называл цифру порядка 20-30 человек. Вышел святогорский архимандрит и, обращаясь к юношам, стоящим на левой стороне, сказал «Вы все грамотные, знающие и умеющие, оставайтесь на родине, ищите себе невест и вступайте в брак. Вы все самостоятельные, а нам нужны те, кто ничего не умеет и слушает старших. Их мы и будем учить». Именно малое число простых сердцем и кротких душой молодых ребят взяли на святую гору. На Афоне нужны монахи-кроткие, смиренные и послушные. В русском свято-пантелеимоновском монастыре на Афоне, еще при Австро-Венгрии, жили выходцы с подкарпатской Руси, такие, как монах-ворох. Именно в этом монастыре в 1908 году был присоединен к православию преподобный Алексей Кабалюк, и отсюда им в родные Карпаты был перевезен чудотворный список иконы Акафистной предвозвестительницы, как благословение Божией Матери карпаторусскому народу на подвиг мученичества. Но на Афон удалось попасть далеко не всем. Во-первых, нужно было внести солидный денежный вклад, чтобы было по силам немногим. А во-вторых, некоторые юноши еще не отслужили в армии, и поэтому, как военно обязанных, их не допустили на Святую Гору. В числе этих молодых ребят оказался и Иван Кундрин. В 1924-1925 годах он проходил действительную военную службу в 20-м пехотном полку Чехословацкой армии в городе Михайловце в Восточной Словакии. Обладая богатырским здоровьем, высокий, статный, одаренный юноша показал себя прекрасным солдатом. За образцовую службу получил военную награду, медаль. Военная служба была для Ивана глубоко промыслительна. В грядущем ему предстояло воевать на полях сражений Второй мировой войны. Он не мог себе представить и предположить, насколько важен для него этот двухлетний армейский опыт. Но, проходя школу послушания в армии, Иван думал о другом послушании, о другой службе, о своем ином братском общежитии. Все более и более ему хотелось попасть в монастырь. Он мечтал об Афоне, намереваясь после окончания службы в армии накопить денег на необходимый для поступления в Святогорскую обитель вклад. В 1922 году было направлено отеческое послание с Афона из Пантелеймонова монастыря Игумену Алексию Кабалюк и православному карпоторусскому народу. К этому времени отец Алексий, принявший православие в Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне и поддерживавший с ним тесные духовные связи, служил настоятелем основанного им Свято-Никольского монастыря в селе Иза. Братья Русской Святогорской обители на Афоне давала благословение на наименование своего духовного чада Алексием Афонским и просила Священоначалия возвести его в Сан-Архимандрита с предоставлением по афонской традиции правоношения при богослужении митры, архиерейской мантии и жезла. В заключительной части послания старцы и братья Афонского Пантелеймонова монастыря призвали закарпатцев стоять крепко в Святом Православии. Под влиянием преподобного Алексея Кабалюк Иван Кундря, вернувшись из армии, тоже возгорел с ожеланием уйти на Святую Гору. В Пантелеймонов монастырь он дважды пешком ходил на Афон, но попасть туда ему так и не удалось. К тому времени на Афоне, в Свято-Пантелеймоновом монастыре, находилось более 40 закарпатцев, в том числе и двоюродные братья Ивана Кундри, Меркурий-Мадьяр и Макарий-Мадьяр. Главной причиной отказов стала политика греческих властей, направленная на эллинизацию Афона. 10 сентября 1926 года правительство Греции приняло закон, согласно которому все монахи, независимо от их национальности, считались греческими подданными. По этому закону в афонские монастыри нельзя было принимать лиц, не имевших греческого гражданства, что давало возможность отказывать в выдаче виз и паспортов. Пока существовала могучая Российская империя с православной монархией, которая покровительствовала Афону, как и всему мировому православию в целом, греки вынуждены были терпеть такое положение дел. Хотя и тогда русским монахам при каждом случае давали понять, что они здесь не хозяева, и их присутствие в таком огромном количестве, а перед Октябрьским переворотом число русских монахов на Афоне исчислялось множеством тысяч, нежелательно. Но после окончания Первой мировой войны всем стало ясно, что Российская империя с православной монархией уже не возродится. В то же время за прошедшие годы Греция полностью подчинила себе Афон политическим. В этих условиях на Афон из-под Карпатской Руси попали только те, кто успел это сделать в первые послевоенные годы. В 1922-1925 годах. А позже на Афон уже греки стали русских, в том числе и русин, не допускать. Да и всем остальным славянам чинили всяческие препятствия, дабы не допустить их на Святую Гору. С большой душевной скорбью и разочарованием вернулся Иван домой. Как ранее не удалось ему попасть в Сербию, так не мог теперь попасть боголюбивый юношей на Святую Гору. Иван все же утешился тем, что попал в саму Грецию и почтил такую великую святыню, как мощи святого великомученика Дмитрия Солунского, покровителя православных славян. Впоследствии именно в храме святого Дмитрия Солунского, уже на родной земле, он прослужит Богу всю свою оставшуюся жизнь. И возле этого храма ему суждено упокоиться. Во всем этом был великий промысел Божий. Именно в родных Карпатах должен был просиять благодатный старец. Там ему было суждено Богом окормлять пищей духовной и вести ко спасению великое множество душ человеческих. Пытаясь получить разрешение прибыть на Афон и поступить в монастырь великомученика Пантелеимона, Иван Кундрия обращается в письме с просьбой к настоятелю монастыря. Настоятель русского святопантелеимонова монастыря, архимандрит Месаил. Конечно же, не мог обо всем, происходящем между греками и русскими, рассказать молодому Русину. Он только написал Ивану, что пока нет возможности принять его в монастырь. И посоветовал подождать еще год, причем по окончании срока не приезжать самому в Грецию, а отправить письменный запрос на Святую Гору. Весь год Иван молился, чтобы Господь удостоил его попасть в земной удел Божией Матери. Но и через год архимандрит Месаил написал ему, что попасть на Афон теперь нет никакой возможности, дав ясно понять, что и в обозримом будущем вряд ли чего изменится. Получив два отрицательных ответа на его попытки попасть на Афон с периодом в один год, Иван Кундря решает остаться на Закарпатье и здесь начать монашескую жизнь. Послав юноше огорчительный ответ, отец Месаил, очень любивший и понимавший и жалевший Карпатаросов, благословил Ивана основать новый монастырь в Карпатах и при этом выслал в дар и благословение великую святыню, частицу мощей святаго-великомученика Дмитрия Солонского. Получив второй письменный отказ от архимандрита Месаила, расстроенный юноша долго плакал, его душу переполняла и великая скорбь от полного крушения всех надежд попасть на святую гору, и умиление от благодатного дара, от благословения на монашескую жизнь самого Дмитрия Солонского. Иван понял, что на то, чтобы он покинул родной край, нет воли Божией. Именно в родных горах, а не в горах Сербии и не на горе Афонской, ему суждено стать монахом. Есть народная мудрость, которая гласит, «Человек предполагает, а Господь располагает». Она основана на выражении священного писания, в книге «Притчи» написано «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притчи, 19 глава, 21 стих. Мы, люди, мечтаем что-то, предполагаем о своей жизни, строим планы, стараемся их воплотить в нашу жизнь, но у Господа о нас свой благой промысел. Он всеблагой по своей любви к нам, если мы верим в Него и доверяем Его, вносит изменения в наши жизненные планы и направляет нас в ту сторону, которая угодна Ему, нашему Творцу и Богу. Так произошло и с будущим архимандритом Иевом Кундре. Эта жизненная ситуация является нам ярким примером и назиданием к тому, что не все, что мы представляем и мыслим, необходимым и нужным для нас в нашей жизни, в действительности, нужно Богу и нам. Господу лучше известно, каким путем нам надо идти и что необходимо нам для спасения нашей души. Мы порой расстраиваемся, не получая просимое, и думаем, что Бог нас не слышит. Печалимся и плачем, впадаем в уныние и недоверие к Богу, а надо просто смириться и согласиться с волей Господней. И благой, милостивый Господь совершит все нам во благо. Может, не так или совсем не так, как мы себе представляем и желаем, но это будет обязательно для нас хорошо и спасительно. Иван поступает послушником к преподобному Алексию Кабалюк в Свято-Николаевский мужской монастырь в родном селе Иза при помощи своих двоюродных братьев, подвязавшихся в русском на Афоне Свято-Пантелеймонном монастыре. Он также вступает в переписку с преподобным Силуаном Афонским и другими русскими афонскими старцами. Эти контакты с подвижниками Святой Горы имели очень большое значение в формировании его внутреннего мировоззрения и выбора дальнейшего жизненного пути. На этом сегодняшняя часть закончена. Я не стал начинать следующую, потому что там уже нужно было много времени. Уже следующий период, потому что разрывать по смыслу будет не очень удобно. благословите, Владыка Святой, закончить. Отец, благодарю вас за рассказ, из которого тоже мы можем подчеркнуть о важности, конечно, желать всего благочестивого, но себя предавать в руки Божьем. И видим, что рвение было у него быть на Афоне, и Господь благословляет ему подвязаться в родных краях, потому что он, видимо, нужнее был, чтобы у него было там больше учеников, больше духовного влияния оказал он на своих соотечественников. Что-то известно из переписки с преподобностью Луаном Афонским? Письма сохранились? Нет. Из того, что я просматривал материалы, прочитывал, пока не было ничего. Хорошо. Мне это было бы интересно. Ну, хорошо. Сложно было. Впоследствии будет рассказано о том, что Архимандрит Иев пришлось покинуть Закарпатье, уйти в Россию, в тюрьму попасть. Ну, там не могло сохраниться, я думаю. Просто переписки. Еще в прошлом выступлении вы говорили, как любили карпаторосы, в том числе и молодые, и отроки, любили богослужения. И сами службу проходили, представляете, практически исповедники служили, то есть священники, которые понимали, что их в любой момент могут арестовать, собирались по ночам. Священников перевозили в обозах с сеном, прятали из деревни в деревню, потом по ночам собирались, молились. И сама служба проходила в таком благовейной тишине, в молительной обстановке. Но здесь хочется пожелать, чтобы в каждом нашем храме службы совершались с величайшим благовением. Тут от настоятеля очень многое зависит. И чтобы было чтение очень ясное, четкое, громкое, молитвенное. И также пение. Потому что встречаются в некоторых храмах, что очень торопятся, поют очень быстро, неразборчиво. Ну, теряется благоговение. И, может, иногда священники слишком быстро, неразборчиво говорят их тени. Ну, вот с этим надо бороться, мне кажется, заботиться о красоте, богослужении. И, как я всегда говорю, заботиться о том, чтобы было как можно больше чтецов, людей из прихода, которые умеют читать, которых можно попросить, и они прочтут или часы, или кофизмы, или даже каноны. Вот об этом еще раз попрошу заботиться. О красоте наших служб, наших богослужений. Спасибо, Господи. Отцы, матушки, будем прощаться. Спасибо, Господи, Владыка, отец, Благословите. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.